. 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 Они не предполагаются запредельными. Для запредельных есть... Зря. Нет, потому что что-то решают. Давайте разбирать ментарные оценки. Значит, первые несколько задач были достаточно простыми, но все равно разобрать их, наверное, стоит. Значит, у нас есть доска шахматная, но размера N на N. Некоторые, кстати, упустили этот момент из виду и решали для только обычной шахматной доски. Условия читать все-таки надо. Значит, и на ней стоят несколько ладей. Так что все клетки одного из цветов, не сказано, какого побиты, нужно найти максимальное количество непобитых клеток, которые могло остаться, ну и, естественно, другого цвета. Давайте я какой-нибудь фрагмент шахматной раскраски нарисую. Значит, давайте предположим, что у нас хотя бы одна непобитая клетка есть, иначе делать нечего. Иначе все клетки побиты. Скажем, вот эта вот клетка у нас не побита. Что это означает? Это означает, что в строчке, она у нас в нашей раскраске, например, белая. Это означает, что в строчке у нее нет ладьи. В столбце у нее нет ладьи, а между тем, например, в строчке у нее все черные клетки, давайте я буду считать, что закрашено это все-таки черное, между тем все черные клетки в этой строчке у нас побиты. И это значит, что они побиты только ладьями, стоящими с ними в одном столбце. Итак, все столбцы другой четности, нежели столбец, содержащий нашу клетку, оказываются... содержат ладьями, и значит, они все полностью побиты. Ну и того, не побитыми могут быть только клетки в столбцах той же черности, что и наша клетка. Ну и все непобитые клетки должны быть белыми. Итого, сколько у нас получается этих столбцов максимум верхняя часть, верхняя целая часть, н пополам. В каждом из них клеток нашего цвета, которые могут быть непобиты, тоже верхняя целая часть, н пополам. И итого, у нас получается не больше, чем столько непобитых клеток. Ну а столько, конечно же, быть может, для того, чтобы вот этой оценки достичь, нам достаточно ладьи поставить во все оставшиеся, например, клетки, те же самые белые. Тогда они будут бить... Ну вот если я вот так вот сделал, да, скажем, если я пронумеровал столбцы 1, 2, 3, 4 и так далее, и строчки так же, и поставил во все клетки с четными координатами наших ладей, то тогда у нас все клетки, у которых обе координаты нечетные, и только они не побьются, и их и будет как раз столько, сколько у нас получилось. Итого, вот это вот и есть ответ. Так, значит, задача вторая про ожерелье. Давайте я пока даже скирать не буду. Значит, у нас есть 100 синих и сколько там, какая там была буква, неизвестно, какая буква. Значит, будет К красный бусин. Они расположены по окружности. И известно, что на любом отрезке, содержащем 8 синих, есть хотя бы 5 красных, требуется найти минимальное возможное количество красных бусин. Так, что у нас тут происходит? Ну, во-первых, что такое отрезок, содержащий 8 синих? Вот если я отмечу все синие бусинки у нас, они разобьют ожерелье на 100 кусков, давайте я количество красных в этих кусках назначу через А1, А2 и так далее, А5. Значит, тогда любой отрезок, содержащий 8 синих бусинок, это в точности любой отрезок, содержащий 7 вот таких вот интервалов последовательных. Ну и значит, нам известно, что суммы вот этих вот чисел по 7, это целые неотрицательные числа. Все такие суммы больше или равны 5, это я эквивалентно переформулировал наши условия. Ну, дальше можно поступить по-разному. Можно, например, просто сложить все эти суммы. У нас получится, каждая Ашка участвует в 7 таких суммах. Итого у нас получается 7 сумм поед от 1 до 100 АИТых. Больше или равно, чем 500. Откуда сумма АИТых, а это и есть количество, общее количество красных бусинок, конечно. Больше или равно, чем 500 седьмых. Ну, а это 71, и сколько-то там, сколько? И 3 седьмых. Ну, значит, сумма АИТых хотя бы 72. Другой метод, который тоже некоторые избирали, который тоже работает, это просто разбить наш круг на отрезки по 7, то есть разбить наши Ашки на отрезки по 7 и сказать... Ну, давайте я первую задачу уже сотру. Сказать, что А1 плюс и так далее плюс А7 хотя бы 5. А8 плюс и так далее плюс А14 хотя бы 5. И так далее. У нас будет таких сумм до А98. Вот, видимо, А92. И таких сумм у нас получается 14. Итого А1 плюс и так далее плюс А98 больше или равно, чем 70 пока что мы получили. Вот. Ну и, соответственно, если мы уже немножко поиграли с нашими примерами, если мы уже придумали пример, в котором вот эта оценка достигается, то нам здесь необходимо будет где-то найти еще две бусинки в оставшихся двух интервалах. То есть вот эта вот оценка пройдет, если я смогу выбрать два последовательных интервала, в которых хотя бы две красных бусинки. Если я такие два последовательных интервала в каком-то месте возьму, то я именно их обозначу через А99 и А100 и применю вот такую вот оценку. Так, ну давайте мы первым делом удостоверимся в том, что примерно 72 бусинки действительно есть. Этот пример строится очень просто. Мы просто ставим, например, давайте я нарисую такие эти семь интервалов. 4, 5, 6, 7, 8. Ставлю 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. И дальше продолжаю это дело периодично. Ну вот из каких-то достаточно простых соображений хочется рассмотреть такой пример. Очень похоже на то, что он оптимальный. Здесь будет 0, 0. Здесь будут еще два интервала. Ну и если мы вот такую вот расстановку начнем, то нам станет понятно, что именно в этой расстановке здесь придется поставить еще две единички, так, чтобы наше условие выполнялось. Ну нетрудно проверить, что эта расстановка подходит. В ней как раз 70 бусинок в первых 98 интервалах, и еще две, и того 72. То есть вот решение на этом пути у нас уже закончено, а для решения на этом пути нам осталось подобрать два соседних интервала, в которых хотя бы две бусинки. Ну если таких двух соседних интервалов нету, то давайте мы посмотрим на какой-нибудь интервал, ну на какие-нибудь 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, подряд идущих бусин. Здесь не больше, чем 1, здесь не больше, чем 1, здесь не больше, чем 1, значит уже здесь должно быть хотя бы 2, даже в одном интервале мы нашли эти две бусинки. Так что вот такое вот обязательно найдется, ну и отсюда следует второй вариант оценки. Ну вот я обращаю внимание, что иногда и вот такое глобальное усреднение помогает, а иногда требуется его каким-то образом подкрутить. Вот это один из методов подкрутки, который тоже бывает полезным. Так, задача третья, от которой заверсту разит раскрасками. Значит, ну в ней была небольшая сложность в том, что если раскраску выбрать не совсем ультимально, то с ней нужно немножко помочиться, а еще нужно немножко помочиться с примером, потому что он не самый первый, который может быть приходит в голову там, ну сейчас увидим, что там происходит. Задача была такая, у нас есть квадрат, не помню сколько, на сколько, 2001 на 2001, клетчатый, и он разрезан на фигурки следующих трех видов. Уголки, вот такие вот, как говорят, S-тетраменожки и O-тетраменожки, то есть просто квадратик 2 на 2. Требовалось минимизировать количество уголков. Ну вот, видимо, самый простой метод, который позволяет получить требуемую оценку сразу, заключается вот в чем, что если мы рассмотрим раскраску горошком, а именно выделим вот такие вот клетки, то каждая из этих, каждая из наших фигурок покрывает не более одной такой клетки. Значит, давайте мы обозначим через N общее количество фигурок, а через T количество наших уголков. Ну тогда, поскольку все вот эти вот клетки обязаны быть покрытыми, то мы получаем, что N не меньше, чем количество этих клеток, а это 1001 в квадрате. Ну а с другой стороны, значит, как нам понять, что такое N по-другому? Мы с вами знаем, что общее количество клеток, которые покрыты, это T2001 в квадрате. И что это такое? Почти каждая фигурка покрывает по 4 клетки, кроме тех, которые, кроме фигурок, уголки, которые покрывают по 3 клетки. Значит, чтобы посчитать общее количество клеток в наших фигурках, я должен из 4N вычесть T. Каждый уголок уменьшает количество покрытых клеток на 1. Ну и значит, T это у нас что такое? 4N минус 2001 в квадрате. Ну то есть, больше или равно по нашей оценке, чем 2002 в квадрате минус 2001 в квадрате. Ну а это хотя бы по разности квадратов есть 4003. И это и есть оптимальная оценка. Ну и отсюда сразу видно, каким образом эту оценку пытаться реализовать. Если мы хотим реализовать эту оценку, нам точно нужно класть вот эти вот уголки так, чтобы каждый уголок точно покрывал одну из этих клеток. Как только мы этого не сделаем, мы получили неоптимальность. А если мы справились, если у нас каждый из этих уголков покрывает вот такую вот клетку, то тогда у нас остальные этой фигурки точно покрывают ровно по одной вот этой клетке. И тогда у нас здесь получится точность и здесь автоматически тоже получится точность. Как этого добиться? Ну вот здесь маленькая проблема в примере. Обычно хочется построить пример на очень маленьком числе. Здесь оптимальный пример для этой самой оценки строится не очень на маленьком числе, потому что если мы возьмем скажем квадрат 3 на 3 то в нем будут вот такие вот 4 клетки. Количество уголков из этой оценки у нас будет больше или равно чего? 4 квадрата минус 3 квадрат 7. И 7 уголков мы сюда естественно не впихнем этот квадрат просто не бьется на такие фигурки нам нужно взять какой-нибудь квадрат который на них бьется. Это можно сделать разными способами. Ну а как давайте прежде чем мы построим маленький пример давайте поймем как к этому примеру сводить. Ну тут существуют совершенно различные способы можно например вот как свести пример построения для к на к для нечетного квадрата как его получить из примера для к-2 на к-2 здесь придумывали совсем разные способы я могу здесь выделить каемку ширины 2 и сделать одну из двух вещей либо сюда положить прямоугольник 2 на 3 разбитый на 2 уголка сюда тоже положить прямоугольник 2 на 3 разбитый на 2 уголка а остальное можно просто разбить на квадраты либо другие либо кто-то еще замечал что можно одно из измерений уменьшать на 2 просто ставя сюда вот такую вот картинку я сюда ставлю уголок вот так ставлю уголок в самом низу а все остальное разбиваю на с тетраминушки вот таким вот образом вот так тоже можно и так у нас получается отрезать прямоугольник 2 на нечетное количество и сводить то есть после этого можно искать даже пример не для квадрата а для прямоугольника ну собственно говоря первый метод тоже конечно позволял это сделать значит ну нетрудно видеть что точность оценки у нас вот в этом в этой конструкции достигается как я уже объяснил для этого достаточно проверить просто что каждый уголок который мы положили содержит одну из выделенных клеток вот и осталось нам придумать разбиение чего-нибудь маленького ну здесь как я уже говорил существуют разные способы например некоторым известно что прямоугольник 5 на 9 разбивается на уголки это вот первый нетривиальный пример самый маленький нетривиальный пример прямоугольника который разбивается на уголки но не разбивается на прямоугольничке 2 на 3 вот и если мы с этого разбиения начнем на нем как раз точность опять же достигнется то мы тоже получим точный пример желающие могут это проверить ну а другой пример наверное даже более легкий это найти разбиение прямого квадрата 7 на 7 в котором всего одна фигурка не уголок то есть либо такая либо такая и это я могу даже нарисовать не рисуя всех уголков я выделю вот такие вот 8 прямоугольников 2 на 3 и у меня останется одна клетка эти прямоугольники я конечно же могу разбить на уголки ну а теперь мне достаточно втиснуть сюда одну фигурку одного из вот этих типов это я могу сделать либо заменив вот такой уголок в разрезании прямоугольника 2 на 3 на фигурку из 4 клеток либо втиснув уголок сюда и поставив здесь квадратик вот в этой оценке опять же таки точность достигается потому что для квадрата 7 на 7 наша оценка опять же таки говорит что уголков должно быть хотя бы 8 квадрат минус 7 квадрат это 15 их тут 15 и получилось вроде как да 15 у 3 45 еще одна фигурка из 4 клеток ну как я уже объяснял добавлен добавление вот таких вот полосок 2 на нечетное у нас не меняет оптимальности примера так ну одно решение я рассказал на всякий случай я расскажу и другое чуть более рабочее основанные на подобной раскраске ну вот что делать если вы самого оптимального не придумали значит на самом деле понятное дело если мы видим вот такие вот фигурки понятное дело что действительно хочется разбираться с раскраской нашей доски горошком но может захотеться посмотреть не на один цвет в этом горошке а сразу на все 4 то есть посмотреть на такую раскраску 1 2 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4 здесь я снова ставлю 1 2 1 2 и так далее вот потому что опять же таки вот эти фигурки забирают по одной клетке каждого цвета а вот эта вот фигурка забирает 3 из этих клеток ну и давайте мы посмотрим сколько из этих то есть каждая из этих фигурок одного цвета не забирает и мы можем обозначить через Т1 количество уголков которые не покрывают цвет 1 Т2 количество уголков которые не покрывают цвет 2 и так далее Т3 и Т4 соответственно что нам известно про эти 4 числа здесь чуть-чуть придется помучиться ну вот давайте мы увидим как это мучение происходит на всякий случай значит что мы знаем про эти количества если каждая из остальных фигурок покрывает ровно по одной клетке каждого цвета то соответственно через Т1 Т2 Т3 и Т4 я могу выразить что я могу выразить разность количеств цветов мы знаем что общее количество клеток первого цвета это тысяча один в квадрате общее количество клеток второго и третьего цвета по тысяча один на тысячу общее количество клеток четвертого цвета тысяча ну и как например достигается разница между К1 и К4 значит клетки К1 покрываются всеми фигурками кроме тех которые посчитаны в Т1 тех уголков которые избегают клеток цвета 1 К4 покрыто всеми фигурками кроме тех которые посчитаны в Т4 и того клетки К1 К1 клеток у нас покрыты всеми фигурками кроме тех которые посчитаны в Т1 клетки К4 покрыты всеми фигурками кроме тех которые посчитаны в Т4 Вот здесь у нас написано T4 минус Т1, и это есть тысяча один квадрат минус тысяча квадрат, две тысячи один. Значит, К1 минус К4 это две тысячи один, ну и в частности нам говорят, что К1… А, Т4 минус Т1 это две тысячи один, и значит нам говорят, что Т4 хотя бы две тысячи jeden. Но если мы напишем аналогичные разности для k1-k2 и k1-k3 То мы получим, что, соответственно, t2-t1 Это то же самое, что k1-k2 Давайте я не буду теснить, давайте я лучше где-нибудь вверху То же самое, что k1-k2 это 1001 квадрат минус 1001 на 1000 То есть 1001 И это означает, что t2 хотя бы 1001 И t3 тоже хотя бы 1001 Мы получили, что суммарное количество всех этих типов Хотя бы 4003 И более того, что нам может помочь в построении примера Получили не только это Но и то, что в примере, если наша оценка, мы предполагаем, что точная Наши уголки по типам расположены именно вот таким образом То есть этих именно 2001, этих по 1001 А3a уголков типа 1, то есть изберяющих первой клетки, нет вовсе То есть это может помочь и в дальнейшем построении примера Ну, соответственно, в любом случае мы опять же таки получили, что t1, t2, t3, t4 выражаются через t1 Правильно? t2 это t1 плюс 1001 Поэтому по-прежнему мы получили тот же самый факт Что для того, чтобы разбиение было оптимальным Ну, для того, чтобы эта оценка наша достигалась Необходимо и достаточно, чтобы t1 было равно нулю То есть чтобы уголков избегающих клеток первого цвета не было вообще Все остальное из этого будет следовать автоматически Правильно? Потому что t2 минус t1, t3 минус t1, t4 минус t1 у нас фиксированы И количество уголков каждого типа будет тоже фиксировано То есть вот это соображение тоже может оказаться полезным Так, значит, теперь с третьей задачей уже точно все Переходим к четвертой задаче Ну, я хочу сразу сказать, что мне так представляется, что в четвертой задаче оценка не то чтобы совсем точна Ну вот там это самое точное, что может вылезти из применения одной стандартной идеи Четвертая задача, напоминаю, у нас есть три школы В каждой, поскольку там по 100 человек Любые двое из разных школ либо дружат, либо не дружат Ну и нам нужно тогда найти такую пару человек А и Б в каких-то двух школах Так, чтобы в третьей нашлось либо 17, которые дружат с обоями Либо 17, которые не дружат с обоями Там, кажется, было не дружат, а знакомые Но это не важно Потому что мы все равно сейчас нарисуем, конечно же, трехдольный граф, правильно? И будем дальше работать с ним Значит, ребро, это будет, конечно же, знакомство Ну или еще лучше давайте нарисуем полный трехдольный граф И будем красить ребра в два цвета В зависимости от того, знакомые они или нет Раз уж у меня здесь есть мел Я могу рисовать синим знакомые А, скажем, оранжевым незнакомые Впрочем, я не знаю, понадобится мне это или нет Ну, для этого стандартное соображение, которое в таких задачах помогает И вот сейчас оно дает требуемую оценку Такое Значит, если нам нужно два человека Таких, что для них есть много Либо много людей знакомых с обоими Либо много людей незнакомых с обоими То есть много либо вот таких вот галочек Либо вот таких вот галочек То неплохо было бы оценить просто общее количество вот таких вот галочек Общее количество пар ребер одного и того же цвета Исходящих из одной вершины в разной доле Из одной вершины, скажем, первой доли в разную Во вторую и в третью и так далее Вот И, значит, самое Можно попытаться обозначить Каким-то образом степень этих вершин Ну, степень этих вершин в каждом из этих семейств И поработать с ними Эти методы тоже доходили до конца Но там приходилось несколько Помучиться Давайте я расскажу, как это сделать по-простому По-простому это, наверное, сделать вот как Давайте мы посмотрим любых Трех человек Тогда из ребер, соединяющих их Два ребра точно одноцветных И, значит, у нас такая какая-нибудь Одна галочка Трех человек из разных школ, естественно, я беру Три вершины из разных долей И хотя бы одна галочка в каждом таком треугольнике у нас появится Ну, причем каждая галочка появится ровно в одном треугольнике Правильно? Итого, общее количество галочек У нас будет Не меньше, чем количество вот таких вот треугольничков Треугольничков у нас 100 в кубе Значит, галочек У нас не меньше, чем 100 в кубе Давайте смотреть теперь, что это значит Каждая галочка Нам как бы говорит, что для каких-то двух вершин Для вот этих вот концов этой галочки У нас нашелся либо общий знакомый, либо общий незнакомый А сколько способов у нас выбрать такую пару? Ну, из двух фиксированных долей Таких способов 100 в квадрате Поскольку пар долей у нас три Значит, мы можем У нас есть 100 в квадрате на три пара вершин из разных долей И каждой галочке соответствует хотя бы одна Ну, точнее, ровно одна такая пара Ну, значит, какой-то из пар соответствует не меньше, чем 100 в кубе Делить на 100 в квадрате на три Это у нас 100 третьих Это больше, чем 33 галочки Значит, у нас есть такая пара вершин из разных долей Что в них приходят хотя бы 34 даже галочки Ну, а это значит, что найдутся 17 галочек одного и того же типа Либо 17 галочек синих, либо 17 галочек оранжевых И это и есть уже то, что нам требовалось доказать Вот Ну, на всякий случай, почему эта оценка не точна? Когда эта оценка точна? Вот когда наша оценка Которая получает 17 галочек одного типа в одну пару вершин Когда такая оценка точна, кстати? Значит, что значит, когда ребра одного и того же типа? Ну, то есть, либо все влюблены Значит, вот мы можем То есть, что можно для того, чтобы вот хотя бы эта оценка на количество галочек была точна? Нам нужно, чтобы не было одноцветных треугольников, правильно? То есть, чтобы в каждом треугольнике были два ребра одного типа и третье ребро другого типа И такое действительно организовать можно Можно, например, вот здесь нарисовать только синие Нарисовать вот здесь вот тоже только синие Ну, или даже нарисовать синие и оранжевое в перемешку А здесь нарисовать только оранжевое Да, здесь можно даже синие и оранжевое в перемешку нарисовать Все равно уже получится, правильно? Значит, например, вот в такой ситуации у нас это достигнется Но тут у нас что получится плохого? У нас получится, что все синие галочки сидят только вот так вот, правильно? А все оранжевые галочки сидят только вот так вот То есть на самом деле все эти... У нас действительно получится 100 в кубе галочек И все эти галочки будут распределены только по дважды 100 в квадрате парам А не по трижды 100 в квадрате То есть для этих пар у нас ничего не будет А если конфигурация будет более хитрой То, ну вот я сейчас не могу, наверное, даже это точно сказать Но кажется мне, что треугольники скорее всего появятся Поэтому вот если есть ощущение, что эта оценка 17 не точна Если вдруг кто-то захочет, может об этом подумать Нельзя ли здесь придумать более точных оценок, чем 17? Ну или там, понятно, 17 у нас возникло откуда? Это 100 делить на 6 более-менее Вот, то есть правда ли, что оценка n на 6, если у нас в каждой доле будет по n вершин Точна или же ее можно уточнить? Вот это вопрос, над которым можно и подумать Так, продолжаем разговор Значит, мы переходим к пятой задаче Это у нас была задача про множество пересечения которых являются отрезками Правильно? Значит, у нас есть множество 1,2 и так далее Н Всех натуральных сетей от 1 до 1 до 1 Мы говорим, что А Его подможество Это отрезок Если оно имеет вид То есть если оно содержит просто все числа от К до Л К может быть равно Л Вот И нам говорят, что у нас выделено здесь Семи... Нет, не так У нас M Это семейство Подмножеств Вот этого множества S Давайте я его обозначу Такое, что какие бы Различные А и Б Из M Я не взял Их пересечения Это Не пустой Отрезок Требовалось понять Какое наибольшее количество Может быть Какое наибольшее количество множеств Может быть в этом M Ну, первый логичный шаг Вот если мы собираемся Строить пример Как нам построить Пример семейства подмножеств Таких, что любое пересечение Просто будет являться отрезком Мы понимаем, что пересечение любых двух отрезков Это отрезок, правда, возможно, пустой Вот Если мы хотим, чтобы этот отрезок был не пустой Нам нужно Ну, по дискретной теореме Хилли, грубо говоря Да По дискретной версии Одномерной теоремы Хилли Нам нужно, чтобы Все эти отрезки перекрывались Итого, в качестве такого семейства подмножеств Вот если мы строим пример У нас точно подойдет вот какой Вот какой пример Вот я беру все числа от 1 до N Выбираю какое-то K И беру все отрезки, которые содержат это K Тогда они все будут пересекаться хотя бы по K То есть их пересечение будет не пустым Любые попарные пересечения будут не пустыми Пересечение любых двух будет являться отрезком Ну и, соответственно, если я хочу максимизировать количество подмножеств Понятное дело, у меня здесь получится Левый конец от 1 до K То есть K вариантов Правый конец от K до N То есть N-K плюс 1 вариант Ну и это максимизируется Поскольку сумма этих двух чисел постоянно Это максимизируется, когда эти числа примерно равны Ну, то есть сумма их равна N плюс 1 Значит, я могу написать, что это целая часть N плюс 1 по полу Немножить наверху N целая часть N плюс 1 по полу Ну и реализуется это ровно тогда, когда K равно одному из этих двух чисел То есть вот такой вот пример мы уже знаем Хочется понять, почему не больше Ну а почему не больше? На самом деле, если мы немножко проанализируем вот это вот условие То оно достаточно просто будет вытекать Значит, соображение такое Давайте мы попробуем взять каждое наше подмножество Вот у меня множество всех чисел от 1 до N Вот у меня какое-то подмножество И я могу это подмножество заменить просто на отрезок От его минимального элемента до его максимального элемента Вот я взял какое-то подмножество Которое... элемент нашего семейства M И заменил его на как бы... Можно сказать... Замыкание, да? Это на самом деле в некотором смысле замыкание То есть отрезок от минимального элемента нашего множества До максимального элемента нашего множества Ну, понятное дело Если мы такую процедуру проделаем со всеми множествами В нашем семействе M Что у нас произойдет? Во-первых, если любые два множества пересекались То они и продолжат пересекаться Вне зависимости от того, как они пересекались раньше Пересечение новых множеств будет отрезком Потому что они отрезки Ну, то есть у нас тоже вроде как получится Пример семейства множеств Удовлетворяющих вот этому же самому условию И мы получили тоже семейство множеств Удовлетворяющих этому условию Хотелось бы, чтобы его мощность была не меньше, чем мощность исходного Давайте я систему из новых отрезков назову M с чертой Систему из отрезков нам исследовать Ну, мы, по сути дела, это исследование уже провели Вот мы поняли, что если у нас есть система отрезков И они попарно пересекаются То они все имеют общий элемент Ну и, соответственно, мы поняли, что в таком семействе будет не больше, чем столько элементов А настолько мы умеем строить пример Вопрос в том, почему при переходе от исходной системы к системе отрезков Количество множеств не уменьшилось А что означает, что оно уменьшилось? Это означает, что два различных множества у нас были в M И они перешли в одно и то же Такое у нас, в принципе, потенциально случиться могло Как это могло случиться? Если два отрезка, которые мы получили, совпадают То есть, если у этих множеств совпадает и минимальный элемент, и максимальный элемент Ну что ж тогда будет их пересечение? Их пересечение будет содержать их общий минимальный элемент Будет содержать их общий максимальный элемент Ну а поскольку это пересечение является отрезком То оно будет содержать и все элементы между ними То есть, в этом пересечении содержится весь вот этот вот отрезок На который мы оба наших множества заменили А больше ничего содержаться не может Потому что в них вот это вот минимальный элемент, а в этом максимальный Но значит каждый из этих множеств было равно уже нашему отрезку И эти множества совпадали, что быть не может Значит действительно при переходе от m к m с чертой у нас количество множеств не уменьшится И задача у нас таким образом уже решена На всякий случай я хочу сказать, что там у нас были некоторые проблемы С тем, что вот этот вот факт про то, что если у нас есть отрезки, которые попарно пересекаются То их не больше, чем вот столько Потому что они все содержат общий элемент То, что они все содержат общий элемент, это все-таки нужно либо каким-то образом доказывать Либо ссылаться правильным образом на соответствующую теорему Ну там можно сослаться на дискретную версию теоремы Хилли Можно сослаться на простую версию теоремы Хилли Но только надо, если мы это будем делать, то нам нужно объяснить, почему у этих отрезков найдется именно целая общая точка Правильно? Либо, ну просто либо это доказать Потому что может быть даже самый простой способ это доказать Если у нас есть несколько отрезков в нашем смысле, которые попарно пересекаются Нужно посмотреть на наименьший из правых их концов Наибольший из левых их концов Понять, что этот конец лежит не правее вот этого Иначе соответствующие два отрезка не пересекутся Ну и, соответственно, вот этот конец тогда уже будет лежать во всех наших отрезках Рассуждение может быть даже проще написать, чем думать, как на него корректно сослаться А сослаться на него все-таки надо Вот, так, ну на этом, наверное, с нашей задачей все Кажется, других версий решения, ну кроме маленьких вариаций, у нас не было И, по-моему, я тоже таких не знаю Так, продолжаем разговор с задачей 6 Как показала проверка задачи С комбинаторно-геометрическим уклоном Всегда порождает множество решений, которые написаны не чисто Все-таки написаны Нет, написаны, да То есть там, как бы, все основные шаги решения Ну, по крайней мере, обозначены Ну, не то, чтобы обоснованы Не то, чтобы всегда корректно сформулированы Даже и так далее, да Вам чай повторится пока? А? Вам чай повторится пока? А у меня еще есть? Нет Вот, давайте разбираться У нас есть правильный n-угольник Мы рассматриваем произвольную его треангуляцию Ну, то есть разбиение непересекающимися диагоналями На n-3 треугольник И это обязательно будет треангуляция Вот И нас спрашивают Какое наибольшее количество попарно неравных треугольников Может среди этих треугольников Найтись Ну, я сразу напишу ответ Ответ примерно 3 четверти Точнее, 3-7 на 4 Целая часть Значит, ну В разных работах эти ответы были записаны в разных формах Там иногда под целой частью в числителе дроби стояла еще одна целая часть Ну, в общем, все эти ответы правильные, конечно, можно к такому вот виду привести Значит, большинство решений Оставалось на геометрическом языке, который мы получили Давайте я ради разнообразия расскажу Немножко более комбинаторный подход к этой задаче Ну и вообще более комбинаторный подход к треангуляции Потому что, ну, как бы Иногда Это бывает полезно То есть, если нас Интересует комбинаторное свойство Этой триангуляции Иногда бывает полезно Всю геометрию вообще отсюда изжить Значит, как перевести эту задачу На более комбинаторный язык На самом деле, если у нас есть Треангуляция н-угольника Мы для каждой этой триангуляции Можем нарисовать дерево этой триангуляции Вот каким образом Просто отметить Ну, грубо говоря, взяв двойственный граф Только не беря внешнюю грань Взяв по точке в каждом треугольнике И соединив их ребрами Если соответствующие два треугольника имеют общую сторону Вот Что у нас получилось? Какие свойства полученного графа Мы можем Обозначить? Давайте мы назовем Полученный граф Назовем его же Давайте мы спросим себя Какие свойства у него есть? Пока что даже без Учета того, как это все Относится к нашей задаче Значит, какие свойства у него есть? Ну, во-первых Ж Это, разумеется Дерево Циклов у нас здесь нет Потому что Ну, если мы любое ребро удалим Это ребро соответствует Общей стороне двух треугольников Если мы по этой диагонали Наш многоугольник разрежем Он расплывается на два Соответственно, если У нас больше нету Ребер, соединяющих вот эту часть Вот этой вот части Правильно? Значит, удаление любого ребра Связанность Нарушает Ну, а изначально граф, конечно, был связанным Значит, он дерево Любое ли дерево может здесь получиться? Мы видим вот вопрос Конечно Значит, поскольку у нас То, на что мы разбиваем Это треугольники Степени вершин Не больше трех А любое ли такое дерево Мы можем получить Правда ли, что если у нас дерево Есть дерево со степенями вершин Не больше трех То мы его можем получить Из какой-нибудь триангуляции Ответ Ответ, конечно же Да Более того, если мы дерево Нарисуем Ну, у нас В этом дереве Может случиться Вот какая Беда То есть у нас может быть Что двум разным Треангуляциям Соответствуют Изоморфные деревья Потому что Когда у вершины Три соседа Нам важен циклический порядок Отхода Циклический порядок Как эти ребра Выходят из вершины Если мы даже циклические порядки Зафиксируем То на самом деле Конечно же Любому такому дереву Какая-то Треангуляция Н-угольника Соответствует Как это Как это понять Вот если мы возьмем Произвольное Наше дерево Со степенями вершин Не больше 3 Кстати, что означает Степень вершины Вот если степень вершины 3 Это означает Что все три Стороны треугольника Являются диагональами Правильно? Ну и вообще Вот там Если степень 3 Минус сколько-то То у этого треугольника Соответственно Сколько-то Сколько-то сторон Являющихся сторонами Нашего исходного Н-угольника Если я взял Какое-то дерево Я могу Выкинуть Любую Его висячую вершину По индукции Получить Треангуляцию Соответствующую Тому Что у нас осталось Вот я рисую Вот такую Треангуляцию Вот как-то вот так Получить У меня многоугольник Получился не выпуклым Но понятно Что его там можно С сохранением комбинаторной структуры Сделать выпуклым Если я Вершину Висячую Удалил То вот у этой вершинки Осталась степень Не больше чем 2 Это значит Что у нее Есть У соответствующего Треугольника Есть сторона Являющаяся стороной Внешнего многоугольника И сюда я могу Добавить Вот такой вот Ух Поэтому Любое такое дерево Я на самом деле Могу перевести В соответствующую Треангуляцию Ну и значит Вместо Треангуляции Я могу Рассматривать Просто деревья Степеней Степеней не выше 3 Правда Меня интересует Сейчас Другой вопрос Вот если я Нас интересует Когда треугольники равны Ну и следовательно Здесь у нас тоже Возникает вопрос Вот если у меня Есть дерево Нашей триангуляции Могу ли я Только по этому дереву Как мне по этому дереву Восстановить Правда ли что Треугольники Соответствующие Каким-то двум вершинам Вот этой Вот этой Например Равны или нет Как это понять Напоминаю Что наш исходный Н-угольник Был правильно Как по двум вершинам Дерево Понять Получатся ли равны Треугольники Из этих вершин Нашей триангуляции А? А что значит Равносильное Ну то есть Хочется сказать Что вот есть просто Автоморфизм Графа Который переводит Одну в другую Да? Ну то есть Как бы Биекция между множеством Вершин Которая сохраняет Множество ребер И при этом Переводит Одну в другую Это к сожалению Неверно Даже вот на этом рисунке Треугольники На самом деле Равны Правильно? А соответствующей Биекции Нет Автоморфизма Графа У нас Нет Я случайно Рисунок рисовал Ну вот Получилось Вот Поэтому Ну а что нам нужно Нам нужно Понять просто Что у этих треугольников Попарно равны Стороны Правильно? А как понять Длину вот этой вот стороны? Можем ли мы понять Длину стороны Которая пересекает Вот это ребро Дерева По нашему дереву Длина этой стороны Однозначно зависит Просто от количества вершин Вот на этой вот дуге Правильно? Вот От количества вершин Вот на этой дуге А количество вершин На этой дуге Это количество треугольников Которое Остает Ну вот Одна вершина Количество треугольников Которое остается Если я По этой диагонали Разрежу Правильно? Поэтому Если у нас Поэтому Ну вот Нетрудно понять что на самом деле два треугольника получатся равны, если мы сделаем вот что. Вот у меня есть какая-то вершинка, из нее выходит не более трех ребер. Я посчитаю количество вершин вот в этих вот трех частях нашего дерева, а1, а2, а3. Ну, если вершинка будет иметь степень меньше 3, то я скажу, что а1, а2 здесь, ну, а а3 равно нулю, третьего ребра не выходит. Если вот эти вот тройки чисел у нас будут совпадать. Ну, собственно, то есть вот если эти тройки чисел совпадают, то треугольники равны, мы поняли, в обратную сторону тоже нетрудно это понять. Поэтому на самом деле наш вопрос по-прежнему переформулируется только на языке вот этого дерева. Нам нужно, чтобы максимальное количество вершин были бы различными вот в этом вот смысле троек чисел. Ну, и давайте мы на этом языке дальше и будем работать. А что у нас здесь происходит с нашими вершинами? Как бы нам попытаться получить такое дерево? Мы уже понимаем, что количество вершин в этом дереве n-2. Как бы нам получить такое дерево с наибольшим количеством попарно неравных в этом смысле вершин? Попарно различных в этом смысле вершин. Ну, раз у нас степени не больше трех, то, видимо, стоит по отдельности разобраться с вершинками степени 1, степени 2 и степени 3. Вершинки степени 1 все в этом смысле равны, правильно? У них все n-3 вершины находятся в одной компоненте. Ну, на самом деле они соответствуют уху треангуляции, то есть треугольник, у которого две стороны, а эта сторона многоугольник. Поэтому из таких вершин, такие вершины все нам дадут не больше, ну, ровно один, конечно же. Ровно один треугольник, если мы выбираем только попарно неравные треугольники. Ровно один, потому что хотя бы один лист у нас в дереве будет. Вот, что происходит с вершинами степени 2? Нас здесь интересует ровно то, сколько, какого количества А1 и А2 вот в этих вот двух частях. Ну и, соответственно, А1. Давайте я предположу, что А1, скажем, меньше или равно А2. Тогда А1, конечно, больше или равно единице. И не превосходит половины всех оставшихся вершин. Так, оставшихся вершин у нас n-3. То есть до n-3 пополам с целой частью. Ну и вот этим меньшим количеством у нас однозначно задается наша вершина. Поэтому таких вершин попарно различных у нас будет не больше, чем целая часть от n-3 пополам. Значит, что же делать с остальными вершинами? Так, остальные вершины у нас в степени 3. И на самом деле здесь мы можем не исследовать глобально, что происходит вот в этих вот частях. Ну, понятное дело, что троек чисел с суммой равной n-3 у нас будет достаточно много. Мы, скорее всего, сможем сделать их всех различными. Но осталось выяснить, каково может быть их количество. Ну и здесь ситуация очень простая. Что есть простая связь в таком дереве между количеством вершин степени 3 и количеством вершин степени 1. Если у нас есть v1 вершин степени 1, v2 вершин степени 2 и v3 вершин степени 3, а других степеней в дереве нет, то просто-напросто v3 это v1 минус 2. Ну, опять же-таки, некоторые этот факт не доказывали и зря, потому что это, в общем, не то, чтобы прям вот именная теорема отсылаться на все задачи, которые мы когда бы то ни было решали. Это не очень правильно. Я заодно, значит, как бы в рамках подготовки в международной олимпиаде высказываю вот это вот соображение. Если есть какая-то просто задача, которую вы когда-то решали, то это не значит, что на нее можно безболезненно сослаться. Если там именная теорема, это другое дело. Поэтому давайте мы этот факт все-таки докажем, благо он доказывается очень просто. Значит, мы знаем, что v1 плюс v2 плюс v3 это общее количество вершин, конечно же. Давайте я не буду все время n-2 писать, поэтому я его назначу через n большое. Ну, а еще мы можем посчитать общее количество ребер. Оно считается как суммарная степень всех вершин пополам. То есть v1 плюс 2 v2 плюс 3 v3 это как раз суммарная степень всех вершин пополам. Это n-1. То есть v1 плюс 2 v2 плюс 3 v3 это 2n-2. Ну, если мы отсюда удвоенное вот это вот выражение вычтем, то получим как раз, что v3, 3 v3 минус 2 v3 минус v1 это минус 2. То есть то, что нам нужно. Ну, и теперь осталось нам разобраться с тем, что нам все это в сумме дает. Давайте разбираться. Итого мы получили, что v3 это v1 минус 2. Ну, а значит я могу сказать, что, скажем, v3 плюс v1 это что такое? Это v3 плюс v3 плюс 2. Да. То есть 2 v3 плюс 2. Ну, а это у нас общее количество вершин минус v2. v2. Ну, то есть мы можем сказать, что... Так, давайте я общее количество вершин обозначу через n большое, а потом мы уже перейдем к исходной терминологии. Тогда здесь у меня n маленькое минус 3 пополам это целая часть от n большого минуса. n пополам. Правильно? Оценка на v2. Вот. Ну и тогда что у нас получается? Какое у нас общее число различных треугольников? Получается. Оно у нас не больше, чем ну, давайте я так скажу. Не больше, чем v2, конечно, да? А еще оно не больше, чем целая часть от n минус 1 пополам. Потому что мы понимаем не больше, чем... Вот здесь я считаю общее количество различных вершин степени 2. И здесь я должен добавить плюс v3 и плюс 1. Плюс 1, который возникает из вершин степени 1 и плюс v3. Так, ну, v3 плюс 1, прямо скажем, это сразу просто n минус v2 пополам. И, значит, у нас здесь написано, что, у нас здесь написано минимум из v2 целая часть n минус 1 пополам плюс n минус v2 пополам. Ну и давайте посмотрим, как вот эта вот оценка меняется с ростом v2. Если я v2 увеличу на единичку, то это число, то пока v2 не превосходит вот этого дела, минимум вырастет на единичку, а здесь уменьшится на одну вторую, то есть наша оценка вырастет, правильно? Когда v2 перескочила через n минус 1 пополам целая часть, то вот это вот число остается постоянным, а это число у нас уменьшается. Значит, максимум достигается в том случае, когда v2, максимум вот этой вот оценки достигается в том случае, когда v2 равно целой части n минус 1 пополам. и таким образом оценка у нас получается то есть в общем случае, каким бы ни было v2, мы получаем, что количество различных треугольников не больше, чем целая часть n минус 1 пополам плюс n минус та же самая целая часть n минус 1 пополам на 2. Так, ну а это есть давайте я все эти степени уже смотрю, потому что мне они не нужны. А это есть n плюс целая часть n минус 1 пополам на 2. Ну и на самом деле здесь у меня может быть дробное число, поэтому я должен на это все навесить еще одну огромную целую часть, потому что количество различных треугольников у нас число обязательно целое. Если я хочу привести это к самому простому виду, давайте будем, давайте поучимся чуть-чуть это упрощать. У меня здесь я 2n могу занести в целую часть, у меня оболочится целая часть 3n минус 1 пополам и все это пополам. Ну а здесь у меня просто написано целая часть от 3n большого минус 1 на 4. Ну после подстановки вместо n большого нашего исходного n маленького минус 2 у нас получается целая часть 3n минус 7 делить на 4. Вот. Ну вот эта оценка здесь содержалась несколько технических шагов и все-таки подобные шаги стоит хотя бы обозначать, что именно вы в каждом из этих шагов делаете. Вот здесь происходили различные попытки это тем или иным способом сделать, но на самом деле все они более-менее переводились на тот графский язык, который я рассказал. Так, ну нам осталось построить пример. Этот пример строиться несложно, если мы понимаем, что мы хотим сделать, чтобы наша оценка достиглась. Давайте мы поймем, что мы хотим сделать, чтобы наша оценка вот эта самая достиглась. Так, давайте я напишу самое критичное наше выражение. Значит, у нас было написано минимум из V2 целая часть N-1 пополам плюс N-V2 пополам, ну и мы сюда пытались подставить V2 равное целой части N-1 пополам. Иногда не получится сюда поставить V2 равное целой части N-1 пополам, потому что вот здесь число будет не целым. Ну тогда V2 можно изменить на единичку в любую сторону, и это нам даст вот ту целую часть, которую мы получили здесь, причем в обоих случаях. Поэтому давайте мы всегда сделаем вот какую вещь. Давайте мы разделим наш многоугольник. я собираюсь привести пример, который даже не зависит от того, в принципе у нас здесь ответ зависит от остатка N при делении на 4, то есть если бы я совсем с этими целыми частями хотел разобраться досконально, то я бы приводил 4 примера при каждом остатке. Давайте я даже общий пример приведу. Давайте я проведу самую большую диагональ в нашем N-угоднике. вот и соответственно что я дальше сделаю? Я дальше разрежу большую половину у нас либо обе половинки оказались равными так вот это у меня будет самая большая диагональ кажется я разрежу большую половину если она больше на одну вершину на треугольнички вот такие вот здесь у меня получится одно ухо и все возможные на самом деле треугольники которые нам дают вершины степени 2 вот ну а с другой стороны я должен соорудить тогда вершины степени 1 и вершины степени 3 так чтобы все вершины степени 3 были различными но я это делаю таким образом я просто давайте здесь я нарисую побольше вершин вот так я просто буду отрезать уши от того что у меня здесь получилось вот так вот и вот так вот вот и у меня получится как бы фрагмент границы либо n пополам угольника либо соответствующий ну правильного n пополам угольника либо соответствующий звездчатой ломаной в нашем n угольнике правильно ну и отсюда нетрудно понять что все вот такие вот треугольники у которых есть сторона как бы длинная сторона уха все такие треугольники будут различными ну и либо я все такие треугольники как раз и отрежу либо у меня останется еще одна один треугольничек соответствующий вершинке степени 2 Но если он у нас и остался Это как раз означает Что V2 должно было быть другой четности И это означает Что наша оценка по-прежнему оптимальна Если мы это объясняем такими словами То нам даже не обязательно Конкретно считать Сколько у нас здесь получилось треугольников Если мы это такими словами не объясняем То подсчет Нужно убедиться в том Что у нас получилось именно вот это вот количество Правильно? Для того чтобы Наше решение было полным Но поскольку я сказал эти слова То мне этого проверять не надо И значит я решение завершил Ну вот я обращаю внимание Что в присланных решениях И в плане оценки И в плане примера Были проблемы У многих, в частности, некоторые просто рисовали пример И говорили вот он Где он при этом Совершенно было непонятно Ничто происходит на рисунке Особенно когда он был мелким Ни как этот рисунок устроен Для каждого конкретного Н Ни почему в нем столько Сколько надо Вот эти вот Вещи Все стоит все-таки Тем или иным образом Объяснять Так Мы перевалили через экватор Праздник Нептуна мы устраивать не будем Ну В плане Количества воды Которая была налита В этих решениях В общем Праздник Нептуна был устроен В решениях А мы перейдем К задаче номер 7 Про квартеты У нас есть квадрат 2Н на 2Н Все его клетки раскрашены Произвольным образом В красный либо зеленый цвета В произвольные какие-то два цвета И мы называем четверку клеток В пересечении двух строк И двух столбцов Квартетом Если грубо говоря Эта четверка раскрашена Шахматно То есть Две противоположных клетки Одного цвета Две противоположных клетки Другого Не важно Кто из 1 и 2 красный А кто зеленый Ну и требовалось От нас найти Максимальное возможное количество Квартетов В этой раскраске Ну собственно говоря Что тут у нас происходит Давайте мы посмотрим Как может Располагаться квартет Например Если мы выделим Произвольные две строки То Сколько у нас Может Оказаться Здесь Квартетов Как у нас выглядит квартет У нас Какие два столбца Мы можем взять Чтобы здесь Получился квартет У нас нужно Чтобы в этом столбце Пара клеток Была обязательно Разноцветной В каждом из этих двух столбцов И Нужно чтобы Эти пары Были разноцветными По разному То есть Одна из них Красный-зеленый Другая зеленый-красный Либо Наоборот Ну соответственно Если у нас Я взял Итую ижитую Строчку Если у нас А ижитая Разноцветных пар Вот такого вот типа И Б ижитая Разноцветных пар Обратного типа То понятное дело Что у нас В этой паре строчек Получилось Ровно Вот такое Вот количество Квартетов Но нам не очень хочется Разбираться отдельно С парами клеток Вот такого типа И с парами клеток Вот такого типа Поэтому Вместо того Чтобы исследовать Вот такое произведение Я хочу исследовать Просто количество пар Разноцветных клеток В одном столбце Ну и мне достаточно просто К этому делу свести Я вместо того Чтобы писать произведение Буду писать Полусумму Этих количеств в квадрате Это не равенству Между средним Арифметическим И средним Геометрическим Правильно? Значит Не больше чем Вот столько вот Квартетов У нас будет В двух фиксированных Строках А ижитая Плюс Б ижитая Это просто количество Пар разноцветных клеток В каком-то столбце В пересечении С этими двумя строками Правильно? Давайте я Сразу А ижитая Плюс Б ижитая Это значит Через С ижитая Ну то есть По сути дела Нам нужно понять Как бы нам Оценить Сверху Сумму Вот таких вот количеств Еще раз напоминаю С ижитая Для строк И ижи Это вот что такое Это мы берем Все столбцы В которых Которые в пересечении С нашими клетками Дают С нашими строчками Дают Разноцветную пару Вот Каждый из С ижитых По отдельности Оценить Кажется не очень Перспективным Потому что Какая у нас оценка Есть на С ижитых 2N И она вполне может Достичься Правильно Более того У нас может быть Там что А ижитые И Б ижитые Как раз по N То есть даже Вот эта вот оценка Достигнется При этом максимально С ижитые Но Факт в том Что конечно Не могут они все Одновременно быть Равными 2N Потому что Мы можем Легко Оценить Их сумму Как оценить Их сумму Что такое сумма По всем И ижи Ну по всем Я скажем Напишу И меньше чем ж С ижитых Это общее количество Вот таких вот пар Разноцветных клеток Находящихся В одном столбце И это количество Легко оценить Посчитав Какое Максимальное количество Пар разноцветных клеток Может быть В одном столбце В одном столбце У нас 2N клеток Значит Количество Если среди них Х красных И 2N-Х Синих То в нем Может быть Не больше чем Столько пар Разноцветных клеток Это конечно же Не больше чем Просто-напросто N квадрат Это будет В одном столбце Столбцов у нас Всего 2N Значит Эта сумма Не больше чем 2N умножить на N квадрат 2N количество столбцов N квадрат Количество пар В одном столбце Максимально Сумма Сумма С Житых Не превосходит 2N Куб И нам Нужно понять Как оценивать Сумму Квадратов Так Ну я сразу Обращаю внимание Что мы В общем пока что Вроде как Пишем Более-менее Оптимальные Оценки Во всяком случае Оценки Согласующиеся С вот каким Примером Если у нас Здесь квадрат 2N на 2 То мы можем Разбить его На 4 вот таких Вот клетки N на N Поставить Красное здесь Зеленое здесь И тогда Количество квартетов У нас будет Любой квартет Выглядит как Я должен взять Строки из разных Половин И столбцы Из разных половин Каждый из них Можно выбрать N способом И того Количество квартетов У нас N в четвертой И на самом деле Вот все Что я сейчас Пишу Нетрудно проверить Что все эти Оценки пока что Достигаются На вот этом Вот оптимальном Примере Поэтому я действительно Пытаюсь доказать Что вот этот пример Является Оптимальным Так Как же нам Это сделать Как нам оценить Сумму квадратов Если у нас Есть сумма С Ну здесь Применяли Два Различных метода Один Более общий Другой Более простой Более общий Метод заключался В том Что у нас Происходит У нас Известна Сумма Чисел Нам Известно Что все Эти числа От нуля До 2N И нам Нужно Оптимизировать Сумму Их квадратов Либо мы Скажем Что Квадрат Это Выпуклая функция Более того Возрастающая Выпуклая функция Правильно На отрезке От нуля До 2N И поэтому Если у нас Вот я рисую График Этого Х квадрата Если у нас Максимум Одна У нас будет 4N 4N В 4 Ну и я Напоминаю Что Количество Квартетов У нас Оценивалось Суммой По И Меньшим Чем На 4 И значит Это будет Не больше Чем 4N В 4 На 4 То есть Те самые Н в 4 Вот Другой Метод Заключался Другой метод Который позволял Обойти И выпуклость Ну То же самое Можно было сказать Просто применив Неравенство Нельзя Да Другой метод Более Чуть более Хитрый Применимый Именно в этом Случа Заключался В том Что мы понимаем Что в Экстремальном Случае У нас Каждая С и Житая Это что Такое Это либо 0 Либо 2N Вот Если я возьму Любые две строчки Они будут Либо одинаковыми Либо Наоборот Они будут Раскрашены Противоположным Образом И значит Соответственно У нас Здесь каждая С и Житая Будет Не больше Чем Либо 0 Либо 2N В оптимальном Примере А значит Мне достаточно Написать Оценку Которая Работает Которая Точна В этих С и Житая В квадрате Не больше Чем 2N Умножить На С и Житая Когда С и Житая Равно 2N Понятно Что она Достигается Когда С и Житая Равно Нулю Она Тоже Внезапно Достигается Потому что Здесь и Здесь Написан 0 Ну а В промежутке Понятно Что Это так Ну и Значит Отсюда У нас Немедленно Получается Что Сумма С и Житых В квадрате Не Превосходит 2N То есть Здесь у нас Тоже Получается 4N В четвертую Вот Но я Кстати Хочу Обратить Внимание Что В этом Конкретном Случае Конечно Подобная Оценка Работает Только Если Здесь 0 А здесь Что Угодно Правильно Но На самом деле Если бы С и Житые Бегали По Отрезку От Какого А До Б То Подобную Хитрость Тоже Можно Было Применить Правда С Если бы У меня С и Житые Сидели бы На отрезке От А до Б То я Мог бы Свести Все К переменам С и Житые Минус А Потому что Здесь у меня По-прежнему Получается Линейная То есть Какая-то Оценка На их Сумму А здесь У меня Оценка Какая-то Которую я должен Получить На сумму Их Квадратов И Линейных Выражений От них Которые Тоже Извест Поэтому Вот такой Финт Мог Помочь И в более Общей Ситуации Но Правда Не уверен Что он Был бы Легче Наверное С выпуклостью В общей Ситуации Рассуждение Будет Попроще Ну а Здесь Можно было И таким Образом Завершить Решение Так Переходим Дальше Задача Восьмая Которая Оценка Опять же Таки Кажется Не при всех Какая Была Точна Но Иногда Кстати Была Так Задача Восьмь У нас Была Такая Нам Даны Числа Икс Один Икс Два И так Далее Икс К Плюс Л Все Из отрезка Ноль Один Ну Задача Для простоты Было Сказано Что Все Они Различны Понятное Дело Что Это Не Очень Важно Не могли бы быть Совпадающими Тогда нам пришлось брать Просто множество Индекса Ну нам сказано Что множество Различны И дальше мы говорим Что вот Из этого множества Давайте я даже Вот так Напишу У нас было Множество Подмножество Отрезка Ноль Из этого Множества Мы берем Какое-то Подмножество Мощности К И говорим Что это Множество Удачно Если Выполняется Вот такая Страшная Вещь Значит Одна Катая Сумма Иксов Из А Минус Одна Альта Сумма Иксов Не из А Как верать Я это Обозначу Через С Кажется Так оно И было Названо Да Значит Икс Из С Без А Вот это Не превосходит Какой-то Страшный Вещь Вот Ну давайте Расшифровывать То что у нас Здесь написано Здесь написано Просто-напросто Среднее Арифметическое Чисело Из А Здесь написано Среднее Арифметическое Чисело Из С Без А Ну то есть Нам нужно Интуитивно Ясно Что нам нужно Чтобы Среднее Арифметическое Чисело Из А Было Близко К среднему Арифметическому Всех Наших К плюс Л Чисел Ну близко На какую-то Величину И некоторые Кстати Это Вычисляли Оно Даже Им помогало Давайте я Разберу Два Варианта Решения В одном Из которых Можно Работать И вот С этим Но В любом Случа Полезно Если У нас Есть Какое-то Такое Интуитивное Соображение Что Среднее А Отличается От среднего Не больше Чем на Константу Его Переписать Сразу В Явную Формулу Увидеть Хотя бы На какую Константу Оно Должно Отличаться Вот Давайте Я Через Ф А Обозначу Как раз Среднее Арифметическое Чисел Из А И сразу Это вычисление Проведу Увидим Насколько Оно Должно Отличаться Что нам Говорят Что такое Вообще Вот это Вот Ф А Минус Ф Слушайте Давайте я лучше Нет Давайте я лучше Не среднее Арифметическое Давайте я лучше Сумму Обозначу Сумма Чисел Из А Тогда нам Нужно Оценить А Одну Катую Ф А Минус Одну Эль Ф От С А Ну а я хочу Оценить То есть Вычислить Насколько То есть Что нам известно Про сумму чисел А И сумму чисел Во всем С Ну для этого Мне достаточно Добавить И вычесть Одну Эльтую Ф От А Правильно Одна Катая Ф От Плюс Одна Эльтая Ф От А И вычесть Одну Эльтую Я говорю Уже Ф От С Так Теперь я хотел Выяснить Насколько Кто-то Отличается От Среднего Числа В Здесь У нас Написано Одна Эльтая А я бы хотел Чтобы было написано Одна К плюс Эльтая Правильно Чтобы среднее Ведетическое В Я должен Написать Что Я должен Написать К плюс Эль Эльтых Вынести За скобку Ну и что У меня Получится Здесь Ф От А Стоит С коэффициентом К Плюс Л На К Если Я из Него Вынесу К Плюс Эльтых То останется Как раз Одна К Ф От А Минус 1 На К Плюс Л Ф От С Вот То есть Вот эта Разность Это К Плюс Л На Л Умножить На Отличие Среднего А От Среднего С Если мы хотим Чтобы этот модуль Не превосходил К Плюс Л На 2 К То мы хотим Чтобы вот этот Вот модуль Давайте мы его Напишем Здесь Пока У нас Значит Модуль Одной К Ф А Минус 1 На К Плюс Л Ф С Не превосходил Бы Я должен Уложить На Л К Плюс Эльтых То есть Просто 1 На 2 К Да То есть Среднее Эрмитическое чисел А От среднего Эрмитического Чисел С Хотелось бы Нам Чтобы Отличалось Не больше Чем 1 2 К Ну и Это Может На самом Деле Подсказать То Что Хочется Дальше Делать Потому что Дальше Хочется Сделать Следую Давайте Я эту Формулу Еще Оставлю Она Может Пригодиться А вот Здесь Вот Уже Наверное Совсем Ясно Видно Следующее Соображение Если Я взял Множество А Вот у него Там есть Какое-то Среднее Арифметическое И я Из множества А Один элемент Выкинул Скажем А другой Элемент Добавил Я изменил Его ровно На один Элемент Как могло Измениться Вот это Вот выражение У меня Получилось Множество Аштрита В котором Игрок Есть А Икса Нет Тогда Ф От Аштрита На К Это Ф От А Минус Ис Плюс Игрок На К То есть Оно Изменилось Не больше На Единицы У нас Вышлось Не больше Одной К Не больше Чем На Одну К У нас Вышлось Не больше Чем Одна К И Добавилось Не больше Чем Одна К Ну и Это Означает В частности Что если я Такую Замену Делаю У меня Значение Среднего Изменяется Не больше Чем На Одну К И Значит Если Например Мы При Такой Замене Перепрыгнем Через Среднее Арифметическое Всех Чисел То Когда Нибудь У нас Будет Хорошее Множество То есть Если У нас Вот Это Было Скажем Меньше Чем Среднее Арифметическое Всех А Это Будет Больше Чем Среднее Арифметическое Всех Ну Даже С Нестрогими Неравенствами Если У нас Вот Такая Ситуация Будет То Тогда Одно Из Этих Двух Множеств Кажется Хорошим Оно Вот Это Дальше Уже Нужно Понять Каким Образом Все Это Дело Грамотно Усреднить И Здесь На этом Пути Предлагали Вот Какой Способ Давайте Мы Расставим Наши К Чисел В Произвольном Случайном Порядке Произвольную Их Расстановку По кругу Давайте Я напишу Игрок 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 Это Какая Расстановка Наших Чисел По кругу Не обязательно Это Именно В том же Порядке Они Пронумерованы Ну и Давайте Я возьму Подможество Из К Подряд Идущих Элементов Что это Соображение Особенно Логично Приходит В голову Тем Людям Которые Когда-нибудь Видели Доказательство Теоремы Эрдиша Кварадо Которая В общем Более-менее В том и состоит И даже Формулировка Там Достаточно Похожая Хотя Немного Не такая Так Значит Если мы Будем брать Вот такие вот Подмножества Чем Хороши Эти подмножества Если я возьму Все К плюс Л Таких Подмножеств Что у нас Произойдет У нас У каждого Из них будет Какое-то Среднее Арифметическое Если я возьму Все эти Множества А1 И так далее А К плюс Л Среднее Арифметическое Их Средних Будет Конечно же Равно Среднему Арифметическому Всех Чисел Потому что Если я Сложу Ф от А1 Плюс И так далее Плюс Ф от АК Плюс Л У нас Такое Соображение Уже Встречалось Получится Просто К На сумму Всех Наших Чисел Значит Если я Это делаю Разделю на К Получится Как раз Ф от Среднее То есть Сумма Их Средних Арифметических Это ровно Ф от С Среднее Арифметическое Их Вот эти Выражения Это ровно Среднее Арифметическое Всех Чисел Ну и Значит Они Когда-нибудь Будут Меньше Чем Среднее Меньше Или равны Чем Среднее Арифметическое Всех Когда-нибудь Будут Больше Или равны Чем Среднее Арифметическое Всех Ну и Отсюда Уже Нетрудно поймем потому что здесь тоже возникали проблемы что у нас произойдет давайте я рассмотрю а это с минимальным и фото и ажито с минимальным фотографии с максимально конечно что у нас тогда произойдет но понятное дело это дело с минимальным среди максимальным это дело меньше не равно чем общее среднее это дело больше не равно чем на каждый из этих двух дуг у нас возникнет где-то перескок через вот этого среднего возник от сюда до сюда перескок и здесь возникнет отсюда до сюда перескок ну и одно из этих двух множеств будет хорошим и одно из этих двух множеств будет хорошим и вроде как рассуждение завершено однако не совсем потому что может быть что оба этих перескока в одном из концов скажем в ажито вот здесь вот мы сменили перескочили через среднее и вот здесь мы перескочили через среднее и и из этой и из этой пары у нас хорошее множество получилось ажитое единственная плохая ситуация, с которой нам хочется разобраться. Ну, во-первых, если у нас еще хоть в каком-то месте круга происходит перескок через среднее, то мы все равно празднуем победу, правильно? Потому что у нас нашлись два непересекающихся перескока. А если нет, то это ожитое, это единственное, у которого среднее больше, чем максимальное среднее, а у всех остальных среднее будет меньше, чем среднее всего. Вот. Если мы предполагаем, что оно хорошее, то его среднее арифметическое, давайте я это напишу, f от ожитое на k минус f от s на k плюс l не больше, чем 1 на 2k. Получается вот так. Да? То есть оно превосходит среднее всех не больше, чем на 1 на 2k. Ну, а тогда все остальные, у всех остальных суммарная недостача до среднего тоже будет равна вот этой же самой районе. И, значит, даже они все будут не превосходить 1 адвоката. И тут в этом единственном плохом случае у нас получится, что даже все множество в этом цикле окажутся хорошими. Значит, это соображение мы с вами доказали, ну, а осталось после этого грамотно усреднить все эти ситуации. Ну, и это тоже соображение, которое, конечно же, прописывать надо, потому что вот в этом усреднении нужно пояснить некоторые детали. Значит, мы поняли, что среди вот этих вот множеств, которые встречаются в нашем фиксированном циклическом порядке, не меньше, чем 2sk плюс l будут хорошими. Ну, и хочется из этого заключить, что тогда и всего, среди этих, среди всех наших k-элементных возможностей, не меньше, чем 2k плюс l-тая часть будет тоже хорошим. Ну, как это объяснить? Можно немножко посчитать, то есть можно посчитать, сколько раз каждое хорошее множество встречается вот в этих вот кругах и сколько всего наших кругов, да? А можно этого не делать, а просто сказать, что вот у нас есть наше множество часть из них хорошие, а часть из них плохие. И вот у нас есть циклические расстановки. Ну, каждое множество встречается в нескольких расстановках. Вот, при этом что мы знаем? Что в каждой расстановке встречается одно и то же количество множеств, и каждое множество встречается в одном и том же количестве расстановок. Ну, теперь мы говорим, что из рассмотрения наших расстановок мы понимаем Давайте мы просто отметим ребро, ведущее из расстановки в хорошее множество одним цветом Ребро, ведущее в плохое множество другим цветом Тогда из каждой расстановки выходит не меньше двух хороших ребер И не больше каплю с р-2 плохих То есть доля хороших ребер не меньше, чем 2к плюс 1 Ну, а с другой стороны, поскольку из каждого множества тоже выходит поровну ребер Это означает, что хороших множеств тоже не меньше, чем 2к плюс 1 Можно так сказать, не считая общее количество ничего тут Но какой-то вариант такого рассуждения все-таки написать стоит Вот, это один подход, который у нас встречался Некоторые пошли другим методом, у которого прелесть в том, что он даже не требует вот этого финального подсчета Они просто сумели разбить все множество на группы по k плюс 1 Не больше, чем k плюс 1 Так что в каждой группе хотя бы 2 хороших множества Давайте я это тоже расскажу Соображение было вот какое Давайте я возьму и наши числа, предположу, что они упорядочены На x1 меньше, чем x2 меньше и так далее И меньше, чем xk плюс 1 Давайте я возьму произвольное множество Оно состоит из элементов с какими-то индексами И первое, и второе, и так далее, и като И давайте я скажу, что это, скажем, а нуликовое А каждая из остальных множеств будет получаться с двигом индексов этих элементов на 1 Ну, понятное дело, по модулю k плюс l То есть я говорю, что а первое, это будет x и первое плюс 1 x и катое плюс 1 И так далее Ну, вообще а какое-то d, это будет x и первое плюс d Ко всем индексам добавляем d x и катое плюс d Ну, естественно, прибавление идет по модулю k плюс l x и плюс k плюс l, это то же самое, что x и t Значит, что у нас происходит в этой ситуации? Давайте мы поймем, что здесь у нас тоже все хорошо Во-первых, все множества разбились на группы по k плюс l Вот таких вот множеств, правильно? То есть если я взял произвольное множество а нуликовое То из него я построил группу из k плюс l вот таких вот множеств Это не совсем правда Потому что из этих множеств не обязательно все различные Если я, скажем, в цикле из шести элементов выбрал три элемента вот так вот То при сдвиге индексов уже на два я получу то же самое Поэтому у нас получились группы из не более чем k плюс l подмножеств Значит, если я докажу, что в каждой группе у нас встречаются как минимум два хороших Подмножества, внимание с учетом кратности То есть если какое-то множество среди этих товарищей появляется несколько раз То я его и буду считать столько раз Если я докажу, что среди них встречаются не меньше чем два хороших То я опять же решу нашу задачу Потому что я все множество разбил на группы по k плюс l или меньше И в каждой группе хотя бы вот такая вот доля хороших множеств у нас будет обязательно Вот, давайте Для того, чтобы это доказать Мне опять же таки достаточно выяснить, что разность средних арифметических f от a0 на k и f от a1 на k Что вот эта вот разность не превосходит одной k В нашем предыдущем решении это было более-менее просто Здесь это единственное, что нужно понять Потому что тогда те же самые рассуждения с перескоками работают Ну, правда, с теми же самыми техническими подробностями А как это сделать? Что у нас такое? Ну, то есть нам нужно доказать, что просто сумма этих множеств отличается не больше, чем на 1 Модуль f от a0 минус f от a1 Можно доказать, что это не превосходит единицы Я умножил все это на k А что такое вот эта вот разность? Под модулем Значит, здесь у меня написано x и 1 минус x и 1 плюс 1 Плюс и так далее Плюс x и k минус x и k плюс 1 Давайте я спрошу себя, что у меня тут такое написано Предположим, что и k это не... Ну, давайте я предположу, что и 1, и 2 и так далее снова упорядочены по возрастанию Предположим, что и k это не есть k плюс l То есть у меня не произошло так, что последний элемент заменился на самый первый Что у меня тут тогда такое написано? Давайте я это геометрически обозначу У меня есть x1, x2, x, k плюс l И я считаю суммы длин некоторых отрезков между ними Эти отрезки не перекрываются Из-за того, что иксы у нас уже сейчас упорядочены Сумма длины этих отрезков, конечно же, меньше единиц Вот Ну и значит, вот этот модуль будет не превосходить единицы в этом случае В том случае, если икт равно k плюс l То у меня будет вот отрицательное выражение в этой сумме Будут равны, опять же таки, минус длинам соответствующих отрезков А положительное будет длина всего вот этого вот отрезка И значит, эта разность, это просто сумма длин всех оставшихся отрезков Которая тоже не больше единиц Ну и соответственно, у нас получается, что эта разность тоже не больше единицы И второе решение тоже у нас завершено Ну вот здесь, в заключающем этапе, я просто напоминаю Что у нас здесь вот такое вот соображение использовано Которое очень много где появляется В частности, если кто-то слышал про признак лейбницы сходимости ряда То это тоже о нем Если у вас есть знакочередующаяся сумма Каких-то величин Которые не отрицательны и при этом убывают То это знакочередующаяся сумма Эту знакочередующуюся сумму по модулю Так, значит, по n Давайте я напишу все-таки Сделаю так, чтобы первый член был с плюсом По n от 1 до какого-то k То тогда вот эту вот знакочередующуюся сумму Вы можете оценить даже снизу нулем А сверху а первым Ну вот, просто исходя из подобных соображений Ну, либо же эту сумму развить на сумму из отрицательных И еще, может быть, какого-то одного из суммы Из положительных и, может быть, еще одного слагаемого Вот, ну вот здесь написано, по сути дела, то же самое, что у нас здесь написано Правильно? Потому что вот это вот как раз сумма Знакочередующаяся монотонной последовательности Какой-то Вот, ну на этом, наверное, с восьмой задачей все Давайте двигаться дальше Девятая задача про гонцов У нас есть граф с n вершинами Кажется, d ребрами, да, я не помню обо значения И вершин, и граф этот связь Значит, а Ну и в каждой, ну в начале каждого года Один из городов выпускает во все соседние по гонцу Да, забыл сказать, что в городах живут гонцы В начале каждого года ровно один из город выпускает В соседние, во все соседние по гонцу В нем должно быть достаточное количество для этого И нужно выяснить Нам известно, что через некоторое время ситуация повторилась Ну, а значит, зациклилась То есть этот процесс может продолжаться бесконечно долго Понятное дело, что это то же самое Требуется выяснить наименьшее количество гонцов Вот, и здесь опять же таки встречались два рассуждения Которые, ну, в некотором смысле В некотором смысле переформулировки Одно другого Но давайте мы все-таки разберем Оба этих рассуждения По отдельности Значит, первое рассуждение Говорило вот что Давайте мы посмотрим на этот самый период Когда мы выпустили Ну, когда мы начинали с какого-то С какой-то конфигурации И пришли в нее же Давайте мы вот на этом вот периоде Посмотрим последний момент Когда выпускался гонец из каждого города Вот города я пронумеровал Один, два, три и так далее И для каждого из этих городов Посмотрим на момент, когда Из него выпускался Последний гонец Скажем, отсюда в момент Т1 Отсюда в момент Т2 Отсюда в момент Т3 И так далее Отсюда в момент Тн И это Это последний момент Когда гонцы Выходили Из Итого города Значит Ну, для начала А вдруг этот момент не определен Да, вот это Естественно, нужно пояснять Почему для каждого города Такой момент существует Почему каждый город Когда-нибудь Выпускал гонцов Если первый город Гонцов не выпускал То в него никакие гонцы И не приходили Иначе бы в нем За период количество гонцов Увеличилось Это означает, что и соседние с ним Города Соединенные с ним ребром Соседние с ним вершины Соединенные ребром Тоже гонцов не выпускали Их соседи Так же Поскольку игра в связи Это означает, что никто Гонцов никогда не выпускал Это не то, что нам нужно Значит, каждый город Когда-то выпускал И для каждого города Мы этот момент Сможем выбрать Ну, давайте Более того Мы будем считать Что города Пронумерованы так Что Т1 меньше, чем Т2 Меньше и так далее Меньше, чем ТН Что тогда у нас произойдет Первый город Давайте посмотрим Сколько гонцов Оказалось в них В последний момент Первый город Выпустил гонцов В нем оказалось Хотя бы ноль А потом в него Из каждого из Его соседей Точно пришло по гонцу И они больше уже Никуда не выходили Значит, для первого города В нем В финальном положении Оказалось Не меньше, чем Количество входящих В него ребер Второй город Я не знаю Соединен с первым Или нет Мне это не важно После того, как он Выпустил В нем стало Неотрицательное количество После этого В него пришли Гонцы Из всех его соседей Кроме первого Если первый был С ним соединен Правильно? Потому что Все они Выпускали гонцов После этого Ну и значит Здесь Количество гонцов В финальной ситуации Будет не меньше Чем входящих Ребер Из вершин С номерами От 3 до n Ну и так далее Значит мы понимаем Что в финальной ситуации У нас будут Вот такие вот Оценки На количество Гонцов В В каждом городе И более того Мы знаем Сумму всех этих оценок Потому что Вот в этих ребрах Когда я считаю Для первой То есть Когда я считаю Для каждой вершины Количество ребер Из вершин с большими номерами Каждое ребро Учтено ровно Один раз Для меньшей Из этих вершин Поэтому Сумма всех Вот этих вот оценок Равна Количеству ребер И мы поняли Что у нас Больше или равно Чем для гонцов Ну и на самом деле Эта оценка Сразу дает Соображение О том Как строить Пример Потому что Давайте мы сейчас Действительно Посадим в каждую вершину Количество гонцов Равное Количеству Ребер Входящих в нее Из вершин с большими номерами То есть В первую Всю ее степень Во вторую Ее степень Вот в подграфе На вершинах С ней И большими номерами И так далее Тогда Давайте Поймем Почему наш цикл Возможен Первая вершина Сейчас может Выпустить Гонцов Во все соседи Потому что У нее В ней столько Гонцов Сколько ее степень А после этого Я утверждаю Что можно просто Перенумеровать вершины Назвав Эту теперь первой Эту второй И так далее Эту энной Потому что Во все вершины В которых Которые были соединены С первой Она теперь стала энной Как раз добавилась По одному гонцу Соответствующему Ребру В вершину С большим номером А больше ничего И не изменилось Да Ну а в первой вершине Которая стала энной Стала новой гонцов После вот такого Одного выпускания У нас просто Нумерация Вот это вот Из нашего решения И сдвинулась И сдвинулась по циклу На один После н Таких выпусканий У нас естественно Получится исходная ситуация Так что пример Показывает Что в любом графе С д-ребрами Действительно Д гонцов Достаточно Вот Ну вариация Этого рассуждения Она Вот какая Значит Тоже Достаточно естественное Рассуждение Давайте мы Скажем Вот какую вещь Что на самом деле Ну во первых Мы знаем Что По каждому Каждая вершина Выпускала гонцов В частности По каждому ребру Какой-то конец Когда-нибудь пробежал Вот И давайте мы просто Сейчас гонцов Будем сажать на ребра Давайте я скажу Что я в некоторых Что я некоторых концов В некоторый момент Буду сажать Вот на это ребро Так чтобы он дальше Бегал только по этому ребру И Не бегал Никак иначе Если я на каждое ребро Смогу так посадить гонца Я уже докажу Что гонцов не меньше Чем Д Правильно Чем ребра Давайте я это смогу сделать Ну первое Выпускание Здесь очень просто У нас по каждому ребру Пробежал какой-то гонец Давайте я этого гонца Этому ребру И присвою Что у нас будет Происходить дальше Если в некоторый момент У нас пока Каждому из этих ребер Присвоено по одному гонцу Больше чем по одному гонцу Ребру присвоено не будет Ну тогда Если у меня В какой-то момент Вот этот гонец Сидит в каком-то городе И его И из его города Выпускают гонцов Давайте я Нам ведь не важно Какой гонец куда побежал Давайте я скажу Что именно этот гонец Побежит по этому ребру А не какой-то другой Вот Ну после этого Он окажется здесь И если мы после этого Будем выпускать отсюда То опять же таки Он же побежит Именно по этому ребру Понятно Ну значит Я так их Этих гонцов Присвою вершинам смог Дальше я начинаю Делать ровно то же самое То есть если Из какой-то вершины В некоторый момент Выпускаются Гонцы Я смотрю Если эти гонцы Присвоены Каким-то ребрам То понятное дело Они присвоены Ребрам из этой вершины В этом случае Я именно По своим ребрам Этих гонцов И выпускаю Вот скажем Этим четырем ребрам Были присвоены Гонцы Я их именно По этим ребрам Выпустил Если гонцы Ну если у меня Остались гонцы Которые не присвоены То я их выпускаю По остальным ребрам И дальше Нужно разобраться С небольшой тонкостью И дальше